Я очень рада видеть вас, дорогие братья и сестры. И у нас сейчас будет практическая часть на очень важную и всегда насущную для нас тему. Как вдохновить людей на служение. Как вдохновить людей на служение. Я верю, что мы этого очень сильно хотим, все служители. И я верю, что Бог нам в этом может помочь. Что такое церковь? В Библии мы знаем, что она очень часто сравнивается с телом. Какое тело здоровое? Здоровое тело – это когда все его органы работают. Вы со мной согласны? Если половина органов не работает, то это тело нельзя назвать здоровым. Так вот, здоровая церковь – это когда все члены церкви служат. Мы должны к этому стремиться, мы должны об этом молиться и делать все от нас зависящее. И давайте сегодня посмотрим на три вещи такие очень практические, которые помогут нам вдохновить членам нашей церкви на служение. Дорогие декана, посмотрите сейчас, когда мы будем говорить на каждого члена вашей домашней группы. Дорогие пастыря районов, а вы уже на свой район, на всех людей, которые есть у вас в служении. И первое, как этого достичь? Нам поможет Божье слово. Первое – это Божье слово. То есть другими словами – сеять Божье слово. Слово Божье – это семя, и оно сеется в сердце, и оно растет. Сперва незаметно, но когда мы продолжаем сеять, молитвами поливать, приходит момент, и это слово, оно проклевывается, и уже вырастает видимый росточек. Так вот, чтобы люди начали служить, если они еще не служат, очень важно сеять в них Божье слово. Я сейчас приведу вам пример всего лишь трех, да, три Божьих, три слова Божьих. В Библии есть намного больше, но это три нам очень знакомые. Первое – это Римлянам, 12 глава, первый стих, и мы знаем, что здесь написано. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Аминь. Это Библия, братья и сестры. Да, апостол Павел говорит, «Я умоляю вас, предоставьте ваши тела на служение Богу». Второе очень известное нам место – это 1 Коринфянам, 12, 12. Хотя я скажу вам, вся глава, 1 Коринфянам, 12 глава, можно каждый стих рассмотреть отдельно. Но вот в этом 12 стихе написано, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, одно тело, так и Христос». То есть это место из Библии, оно говорит, что все тело состоит из органов, и сравнивает нас, членов церкви, каждый с органом отдельно. И последнее, это Иоанна, 15 глава, 16 стих, написано, что «не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод сей пребывал». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я вам прочитала три знакомых места из Библии. И их есть намного больше. Так вот, каким образом нам сеять Божье Слово в людей? Я советую так. Когда по графику есть отчетная лидерская домашняя группа, с вами провели лидерскую домашнюю группу, а вы у себя на членской домашней группе задайте такой вот вопрос. И скажите, братья и сестры, я сейчас вам прочитаю место из Библии. И прочитайте какое-то место, или то, что я прочитала, или другие, которые говорят о служении. И задайте вопрос. Давайте мы сейчас пообсуждаем, что Бог хотел сказать нам через это Слово. И вот потом по очереди пусть люди высказываются. И знаете, что люди поймут со временем? Что это не просто стратегия нашей церкви, чтобы все люди служили. А это Божья воля. Я не раз слышала, как люди говорили, те, которые не хотят служить. Это служители придумали эту стратегию, пусть они ее и выполняют. Но когда люди будут читать, что Слово Божье так говорит, то они поймут, это не стратегия нашей церкви, это воля Божья. И это постепенно, постепенно будет зажигать в них. Ведь семечко, когда сеется, оно маленькое. И оно, когда растет, сначала незаметно, но приходит момент, и оно прорастает. Поэтому, братья и сестры, это Слово Божье, оно будет побуждать людей служить Богу. Первое, это мы говорили Слово Божье. Второе, очень важно, объяснить где. Потому что можно бесконечно вдохновлять, но так и не объяснить, где человек может служить. И я еще раз вам напомню этих пять видов служения, которые есть в нашей церкви. Это как бы трудоустройство, где каждый человек может себя найти. Первое, это помощник диакона. Все мы знаем, что это такое. Это самый лучший, самый верный, самый здравый человек из нашей домашней группы. Мы можем его взять себе как помощника. Второе, это евангелист. Кто такой евангелист? Это человек, который или в уличной евангелизации участвует, или в личной евангелизации потом приводит людей на домашнюю группу. Возможно, он никогда не наставит ни одного человека, у него нету способности довести до ума. Но он тот, кто будет приводить. Возможно, это человек, который будет отправлять кого-то, например, наркоманов, алкоголиков в репцентр. А они там уже будут выходить здоровыми и освобожденными людьми. И он будет просто, знаете, есть люди, которые любят это. Он отправляет в центр реабилитации, а нам в домашнюю группу возвращается нормальный, здоровый член церкви. Это тюремное служение. Я знаю людей, которые ездят в хоспис и благовествуют там евангелию умирающим людям. Это тоже служение евангелиста. То есть второе, это евангелист. Третье, это молитвенник. Молитвенник, он может участвовать по вторникам в молитвенном служении, которое у нас проходит на половину восьмого вечера. Но также это может быть молитвенник, просто человек, который молится за нужды церкви или за нужды всей нашей домашней группы, за братьев и сестер. Или тот, который вообще дома находится, он инвалид. Он не может посещать домашнюю группу, но он может нести служение молитвенника. Четвертое, это левит. Пятое, это админслужение. Админслужение очень широкое. Это группа порядка, группа приветствия. Это видео, это звук. Это вот все, что не перечислено в первых четырех служениях, можно отнести туда, к админслужению. Я бы сказала, еще очень важное служение, его можно отнести к помощнику дьякона. Это нянечка. Бывает человек нянечка. Это тот, который помогает новообращенным, которые только начали посещать наставничество. Он их сопровождает. Он отвечает им на их первые вопросы. Он с ними сидит на наставничестве. Это такой первый друг для тех людей, которые покаялись. Это очень важное служение. Братья и сестры, и очень важно людям объяснить, попробуй себя в одном из них. Если у тебя не получится что-то одно, не переживай, попробуй себя в другом. Попробуй себя в третьем. И ты найдешь себя, какой ты член тела Христова. Поэтому второе очень важно объяснить, где. И третье, братья и сестры, что очень важно, это благодарить людей. Первое, мы говорили, сеять в них Божье Слово. Второе, это объяснить, где. И третье, благодарить. Послушайте, благодарность, она очень вдохновляет. Все люди, они нуждаются в этом. Им приятно, когда их благодарят. Так вот, опять же таки, на той домашней группе, которая отчетная, задайте вопрос уже тем людям, которые служат. Во-первых, поблагодарите, скажите, я очень благодарен вам за служение. А потом задайте вопрос, поделитесь, какое благословение вы имеете от своего служения. И люди, которые служат, поделятся. А вы им скажите, огромное вам спасибо. Я так рад, что у меня в домашней церкви не только я служу, мы все служим. Вы прекрасный служитель, я благодарю вас. И когда вы благодарите других людей, то те, которые еще не служат, они понимают, и я тоже могу. Это не так-то уж и сложно. Если мой брат или сестра это делают, и у меня получится, и я тоже могу быть полезен. Поэтому, дорогие братья и сестры, эти три простые вещи. Сеять Божье Слово. Ни раз, ни два, сеть, пока все люди не загорятся этим. Второе, это объяснить где, и третье, благодарить. И я верю, это вдохновит наших людей служить Господу. Я хочу вам сейчас привести пример. Я когда-то его приводила на Дьяконской домашней церкви, но это очень отпечаталось во мне, этот пример, и я его люблю приводить. Он очень-очень показательный. Когда-то было водное крещение, и мы с одной сестрой, она была служитель, мы стояли, пока ее люди принимали водное крещение. И вот человек заходит принимать крещение, а эта сестра, служитель, она мне на ушко говорит, пастырь, вот эта вот сестричка, она будет помощником Дьякона, а потом Дьяконом. Следующий заходит, он говорит, пастырь, а вот эта сестричка, она будет евангелистом. И вот люди заходят, а эта сестра мне рассказывает, кем они будут. А я ее спрашиваю, скажи, а они об этом знают? Она говорит, они не знают, а я знаю. И, знаете, для меня, когда она это сказала, я поняла что-то. Братья и сестры, почему она вот говорит, я знаю? Она так думает, это образ мышления, это ее убежденность, она убеждена, все члены церкви будут служить. И вот она живет с этим мышлением, и она смотрит на каждого человека через призму вот этого убеждения. Все члены церкви могут и будут служить. Поэтому она так уверена, что этот будет тем, этот будет тем. Может быть, он в итоге и не будет тем, но он с этого начнет. Она его подтолкнет, она его убедит. И, знаете, этот пример, и этот пример, он мне что-то показал. Знаете, в Библии есть место, вы его хорошо знаете. «Почитайте себя мертвыми для греха и живыми для правды». Вы знаете, это место Писания, братья и сестры? Здесь Господь, Он говорит нам через слово «почитайте себя». Насколько важно, как мы почитаем. Что такое «почитать»? Это значит, как мыслить, быть в этом убежденным. И вот, братья и сестры, знаете, что я поняла? Как много зависит от того, что я почитаю. Как я думаю, как я мыслю, в чем я убеждена? Послушайте, если я почитаю, что люди не смогут, что они не способны, что они не хотят, вот так вот и будет у меня в домашней группе. Кто-то пробьется, какой-то случайный, такой, знаете, энергичный человек, вопреки всему, он пробьется и будет служить. Но если я почитаю, если я в этом убеждена, что все люди, это члены тела Христова, все, кто заключили с ним завет. Братья и сестры, если я так почитаю, если я в этом убеждена, я найду способность донести это до людей. Я буду в них это сеять, я буду их убеждать, я найду слова, я буду делать это снова и снова. И люди будут служить Богу. Они поверят Слову Божьему, и они поверят мне. Аминь, братья и сестры. Поэтому насколько важно, как думаю я, как почитаю я. И я бы очень хотела, чтобы мы могли понять. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Музыкант, можете пройти на сцену. Мы сейчас будем молиться, чтобы оздоровилось наше служение. А знаете, когда оно оздоровится? Когда все члены наши будут служить. И я хочу вам сегодня сказать, братья и сестры, Бог даст силы нам, Бог даст силы вам, как служителю. И в вашей домашней группе будет помощник дьякона. В вашей домашней группе будет евангелист. И в вашей домашней группе будет молитвенник. Это как минимум. Возможно, там будет и левит. Возможно, там будет и админ. Но сто процентов там будет помощник дьякона, там будет евангелист, и там будет молитвенник. Дорогой друг, я скажу тебе, почитай так, молись об этом, и так будет. И давайте мы сейчас поднимемся. И давайте мы помолимся. Пусть Господь Иисус Христос обновит наше служение. И если люди еще там не служат, то посмотрите вы на них другими глазами. Может быть, они еще себя не видят. Вы их увидите. Посмотрите на них другими глазами. И Господь даст вам силы, даст вам благодати и мудрости донести это до них. Самое главное, как мы почитаем. Вот так мы и будем действовать. Так мы и будем говорить. Давайте мы сейчас помолимся. Пусть обновится наше служение. Пусть члены нашей церкви, нашей домашней группе служат все. Каждый в своем служении. Дорогой Господь Иисус, мы тебе благодарны за то, что ты назвал нас своим телом. Каждый из нас отдельный орган. У каждого из нас есть своя функция. И мы благодарим тебя, что ты доверил нам нести служение. Господь, ты доверил нам дары свои, чтобы мы могли служить людям. И мы сегодня просим тебя, дай нам, служителям, этот дар увидеть людей, которые служат тебе. Пусть все члены нашей домашней группы, наших районов служат. Боже, мы просим тебя, благослови, чтобы они загорелись этим. А нам дай донести до них это. Боже, открой наши глаза. Пусть придет вера. Господь, пусть придет убежденность. Дай нам почитать, Господь. Дай нам видеть. Дай нам быть убежденным. И дай нам способность донести это до людей. Благослови, Господь. Мы сегодня благословляем каждого члена нашей домашней группы. Даже самого слабенького. Даже самого старенького, Господь. Боже мой, того, который считает себя неспособным. Пусть он станет на служение, Господь. Пусть он займет свою нишу. Пусть он свою функцию выполняет. И пусть наша домашняя группа будет самая здоровая, самая благословенная, растущая, живая. Пусть наши районы оживятся. Господь, пусть наше служение, Господь, Боже, будет живым, будет растущим и благословенным. А мы благодарны Тебе, ибо мы не сами будем это делать, но Ты нас благословишь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Богу.